Развитие туризма Отдыха, комфорта и безопасности А уже к 2020 году Республиканское правительство Планирует зарабатывать на туризме Не менее 10 миллиардов долларов в год Сумма, неподъемная сейчас Даже для популярного среди туристов Египта Поэтому браво, Нурсултан Абишевич Курс в светлое будущее взят, как всегда, правильный Стратегия 2050 Как путеводный маяк Позволяет нам решать вопросы Ежедневной жизни людей Не теряя из виду нашей основной цели Слова, разумеется, замечательные Что неудивительно, Назарбаев давно признан Мастером складных рулат Но смущает, как всегда, одно Все эти разговоры о прекрасных туристических перспективах Сплошные обещания скорого процветания В речах Елбасы опять звучат безупречные Но уж очень далекие горизонты Пока годы ожидания тянутся Казахстанцам дешевле и приятнее Релаксировать в Турции или в том же Египте Нежели на курортах родной республики Те освоенные курорты И зоны отдыха, которые есть В нашей стране По цене отличаются, наверное, Только за разницей перелета Если сравнить, допустим, популярное место Как комплекс отдыха Тауспа Либо Акбулак То есть те места, которые С очень развитой инфраструктурой То суточная стоимость проживания Уравнивается примерно К курорту в Турции на Черном море Только за исключением перелета В принципе Поэтому, как правило, наши люди любят больше ездить Потому что это все-таки море На некоторых же курортах Казахстана Отдых выходит еще дороже, чем в той же Турции Свежа в памяти недавние публикации в Фейсбуке Пользователя Азамата Ашимова В которой сравнивается стоимость отдыха В казахстанском Боровом И на турецком курорте Алания По информации, приведенной автором 10 дней в казахстанской гостинице С питанием на базе завтраков И без учета трансфера Обойдутся почти в полтора раза дороже Чем перелет и проживание в турецком отеле По системе все включено Однако, невзирая на сегодняшнюю высокую стоимость казахстанских курортов Справедливость ради стоит отметить Что перспективы развития туризма в стране Действительно блестящие Потенциал в нашей стране бешен Потому что у нас очень богатая природа Есть куча мест, которые нужно освоить Вложить туда деньги Построить дороги Провести электричество Водопровод Очень много интересных мест В горах Зайлийского Алатау Исокогорные озера Тоже Кульсайское водохранилище То есть такие вот Как это правильно назвать Редкие вещи Которых в мире в принципе Больше нигде не встретишь Тот же Черенский каньон Который Можно только сравнить с американским Мало где в мире это есть Но опять же Из-за неосвоенности Из-за отсутствия инфраструктуры Это не пользуется популярностью У иностранных граждан Казахстан поражает богатством И своеобразием природы Но насколько реально Сделать уникальность Встречайших мест для отдыха Общедоступными При государственной коррупции Вопрос чрезвычайно сложный К пресловутому 20-му году Например планируется построить Четыре горнолыжных курорта Стоимость проектов Кокжа-Ляо По самым низким оценкам Составит 750 миллионов евро И это при том Что для посещаемости Казахстанских курортов Европейцами Необходимо практически с нуля Развивать масштабнейшую Туристическую инфраструктуру Заявляют специалисты Самим казахстанцам Пожалуй и мечтать не стоит Об отдыхе в родной стране Будет все только дороже Дешевле все-таки В Турции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok